Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Меримасаналы. Ученики 11 класса села Коко и Джумальского района Нарынской области заставляли платить налоги учеников младших классов и избивали их в подвале школы. Один из тяжело избитых со стороны старшеклассников, ученик 9 класса, потерял сознание и скончался там же, на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело со стороны правоохранительных органов, а старшеклассник, избивший до смерти ученика, взят по стражу на два месяца. Мать скончавшегося ученика считает, что ее сына избивал не один, а несколько старшеклассников. Она также в смерти сына обвиняет учителей школы, которые не могли предотвратить вовремя такой исход событий. Мой сын не нарушал правила поведения, он был активистом в школе. Разве учителя не знали, что в школе есть такое рикетирство? Почему они не могли вовремя остановить его? Если не могут работать как следует, то пусть они не работают. Считаю, что причиной смерти моего сына послужило безответственное отношение учителей. Говорит она. В первую очередь очень постыдное дело в школе для учеников, поэтому в школе установлено правило, что сейчас прилежно плати налоги, а потом ты тоже будешь их собирать. Ученик 11 класса одной из школ города Нарын говорит, что рикетирство было в каждом классе и в каждой школе. Оно есть и будет всегда. Он считает, что учеников они воспитывают таким методом. В основном это начинается с пятого класса. Походка у него изменяется или идет и не здоровается. В это время им нужно дать немного воспитания. В свое время меня тоже били. Теперь я тоже делаю это в отношении учеников младших классов. Мы называем шариком, когда надувают щеки, бьют сильным ударом. Меня тоже много раз так били. Есть так называемая белая дорожка. В начале учебного года ученики младших классов должны построиться и проползать по дорожке, а ученики старших классов в это время их пинают, насколько хватает сил. Те, кто проходит нормально дорожку, их начинают уважать, а те, кто там остается, они называются лохами и их бьют до конца учебного года. Если они расскажут кому-нибудь, то с ними никто не будет общаться. Их приравнивают к девочкам, начинают снова бить. В основном это делается в целях воспитания. Не преследуется цель убить или как-то взять у него денег. Мы тоже в свое время много раз подвергались таким избиениям. Поэтому эта система будет работать и дальше. Рассказывает он. Такие рассказы учеников напоминают систему дедовщины солдат в армии. В отделе образования города Нарын рассказывают, что проводится соответствующая работа по предотвращению рэкетирства. Ими проводятся ночные рейды после того, как ученики уходят со школы после окончания занятий. Начальник отдела Улан Турсунов рассказал об этом следующее. Мы делаем все, чтобы ученики не подвергали насилию друг друга. Мы даже проводили ночные рейды по тем местам, где собираются ученики. Провели собрание с родителями тех учеников, которых мы находили ночью во время рейда. Все, что происходит во время занятий, полностью находится под присмотром и контролем учителей. Специалист отдела по защите детей и семейных ценностей управления социального развития города Нарын Калыч Мамбиталиев считает, что только совместная работа родителей, учителей и учеников-активистов может предотвратить рэкетирство в школах. Это зависит от самого ученика. Когда разговариваем с родителями, они говорят, что сын дома ведет себя тихо, не могут даже предположить, чтобы он кому-то может причинить боль. Потом оказывается, что в школе он превращается в другого человека. Раньше мы думали, что для работы по предотвращению рэкетирства не хватает специалистов. Сейчас в каждой школе есть сотрудник правоохранительных органов, который проводит соответствующую работу с подростками. Есть социальный педагог, все есть. Я считаю, что все зависит от самого ученика, говорит он. В сентябре текущего года органами внутренних дел города Бишкек зафиксировано 9 фактов драк между подростками. Об этом рассказал начальник отдела по работе с подростками Главного управления общественной безопасности города Бишкек Азамат Абдрахманов. Он считает, что работа с родителями может дать положительные результаты. В данное время не только с несовершеннолетним надо проводить профилактическую работу, также надо и работать в отношении родителей. Самих родителей воспитывать в трудовых коллективах, в учебных заведениях. Учить, как относиться к несовершеннолетним, как уметь разговаривать с несовершеннолетним, чтобы они могли контролировать своих детей. Потому что на сегодняшний день все родители работают, приезжают вечером поздно, устают, но они даже не интересуются целый день, ребенок что сделал, где он был. Поэтому необходимо проводить профилактическую работу каждый родитель своим ребенком. Рассказывает он. В Кыргызстане насчитывается более двух тысяч школ. Согласно исследованиям общественного фонда Лига защитников прав ребенка, в каждой школе есть рэкетирство. Но факты встречаются очень редко, потому что ученики не говорят об этом ни родителям, ни учителям, потому что не доверяют. Назгуль Турдубекова из Лиги защитников прав ребенка считает, что недостаточная профилактическая работа среди подростков усиливает в школах массовые драки и рэкетирство. Сегодня уже происходят такие случаи. На сентябре были смысления, сейчас идут массовые драки в школах между сверстниками. Это уже не случилось ни за один день. Это просто итоги, результаты того, что у нас система профилактики насилия в школах, она не была достаточно эффективной. И плюс, параллельно, я хотела бы сказать, что проблема не только в самих школах, а уже в качестве самих семей. У нас практически на сегодняшний день в Кыргызстане он подорван. Детей родители оставляют практически в руки родителей, родственников, или лиц, которых заменяют, которые не способны отвечать за действия подростков, которые не мотивированы заниматься воспитанием. Рассказывает она. 20 октября этого года около 80 учеников Республиканского училища Олимпийского резерва ворвались в школу номер 38 города Бишкек и избили учеников. По информации Министерства образования, на руках у учеников спортшколы были деревянные палки со сбитыми железными гвоздями. Попытка директора школы и учителей остановить ворвавшихся учеников не дали никаких результатов. Учителя смогли спрятать учеников младших классов. Учащиеся спортивной школы разбили стекла окон школы. В результате шесть учеников получили травмы. Создана правительственная комиссия, уволена руководство училища Олимпийского резерва. Из года в год рикетирство выходит на другой уровень. По официальной информации Министерства внутренних дел, в течение последних четырех месяцев было зарегистрировано 93 факта вымогания. Если раньше в неделю налог составлял 50 сомов, то сейчас она в разы увеличилась и составляет сумму от 200 до 500 сомов. Если же ученик не может принести названную сумму, то его долг может вырасти до 2-3 тысяч сомов. А массовые драки были и до этого. Но массовое нападение на школу, не обращая при этом внимания на учителей, отражает направление сознания учеников в настоящее время. Школьное рикетирство выходит на новый уровень, выдвигая систему нового поколения, поколения сильных. Но можем ли мы сами, родители, учителя, управлять ими, оказывать на них влияние? Необходимо подумать, кто является лидером для такого поколения, кого они считают своим идеалом. Материал специально для IWPR подготовил Мирлан Кадыров. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.